привет привет начинаю свой новый влог и начинаю с готовки сегодня на готовила много чего сегодня у нас понедельник супчик сварила с вермишелью здесь запекла курочку ножки крылья так вот варю на гарнир рис увел к такой в пакетиках уже почти сварился и на десерт я замутила наполеон без выпечки мы покупали светофоре были на выходных светофоре печенье вот эти ушки слоеные сварила заварное тесто и собрала тортик вот и здесь тоже остался крем печенье оставались поэтому сделала еще в такой коробочке тоже вот может может на работу возьмется вы знаете так удобно будет вот сейчас уберу в холодильник и пусть он настаивается пропитывается у нас погодка сегодня нормальная морозно было с утра вот сейчас солнышко светит небо голубое голубое я тут настирала полотенце постирала в общем так вот выходные прошли отдохнули мы теперь началась трудовая неделя я начала ее сегодня на работе вот пришла с работы сразу начала готовить чтобы думал сегодня приготовлю может быть завтра не придется готовить останется еще и да потому что не хочется постоянно каждый день что-то наготавливать как то так мне здесь монтируется видео сохраняется 45 процентов уже кирилл привет голопузой сейчас сохраню видео длинный получился влог выходного дня до выходных но не только выходных там я начала среди недели закончила на выходных снимать ну сохраняется вчера не смогла выложить некогда было монтировать да и не охота было сейчас на вот поэтому монтирую сегодня с половиной четвертого уже уже я устала уже я устала спина аж болит на ногах все время вот и уроки уже с кириллом выучили в общем все у нас так сегодня оперативно быстро так что гости в школе папа на работе скоро уже придет так что то хочется уже весны тепла у нас на выходных так было холодно такой мороз был и снег срывался вообще погода природа сошла с ума погода очень странно какая-то уже почки распускаются птички поют цветы уже везде цветут на эти эти пролезки голубенькие фиалки там эти желтенькие такие первоцветы цветы цветут и главное снег идет я вообще одну скоро у нас паска начале апреля и уже после паски уже будет тепло ждем 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 надоели уже эти холода я с ним ботинках иду мне уже ноги болят устала уже от этих ботинок каждый день не ходить хочется уже что-то легенькое на себе надеть обуть кроссовочки и побежать так что так не знаю что буду снимать снимать как всегда нечего вот кто еще не подписан на мой канал в телеграме подписывайтесь ссылочка внизу под видео мы там общаемся с подписчиками вот и кому интересно в общем пообщаться попереписываться то переходите в телеграм-канал как-то так вот пока буду закачивать сейчас рис доварю буду отдыхать забыла еще показать салатик же я нарезала я очень не заправляла потом перед подачей на стол заправлю сметанкой огурцы тут лук и пекинская капуста на выходных я в пятницу я делала с куриной грудкой еще но сегодня без куриной грудки просто такой вот свеженький салатик будет хочется уже витаминчиков нарезала заправлять буду перед подачей просто соль перчик по вкусу и сметана всем доброе утро у нас опять снег идет я иду на работу вчера сказали по новостям что в москве отменили маски наконец-то значит скоро и у нас тоже отменят ждем не дождемся прям на улице 0 градусов тепло вот снежок а ну значит все один кубик убирать салатик 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 так 11 и 3 14 15 на продаже акции ты зарабатываешь 50 15 так как это так ходи 15 8 15 15 15 15 15 18 20 20 за круг 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 21 22 21 21 Курс Казанская железнодорога. 200. 200 я покупаю. И у тебя 100 штук на сутки. У нас идет снег опять. Иду с работы. Тут снег идет. Холодно, мороз. Где-то минус 5, наверное. Продолжаю свой влог. Длинный, долгий. Показываю вам, что я сегодня опять наготовила. Сегодня у нас среда. Поэтому я занялась сегодня готовкой. Все подъели. Давайте смотреть. Приготовила я такую подливку с сосисками. Обжарила лук, сосиски и домашний томат. Добавила все, протушила. Подливочка на гарнир. Спагетти отварила. Также я приготовила по заказу мужа тыквенные оладьи. Вот такие вкусные. Они сладкие, как десерт. От мамы привозили тыкву. И вот приготовила оладьи. И также рисовую кашу с тыквой. Приготовила. У нас едят все, кроме кости. Эту кашу. Вот. В общем, так вот. Наготовила. Чем я занимаюсь? Еще поубирала. Полы протерла только здесь и здесь. В комнате не мыла, просто попылесосила. Привет, Кирилл. Привет, Кирилл. Кирилл учит уроки у нас, готовится к технике чтения. Сейчас контрольные пошли у нас. Погода у нас солнечная, но иногда снег идет и мороз. Сейчас где-то 0 градусов. Днем было похолоднее. Прямо вообще минусовая температура. Утром вообще было очень холодно. Так, салатик у нас тут вырос. Смотрите, как. Надо его сегодня обрезать, съесть. Не знаю, что снимать. Поэтому влог такой немножко, может, нудноватый получается. Вы уж простите меня. Надеюсь, что скоро потеплеет, наладится погодка. На улице станет более красиво у нас. Видите, у нас все серо. В серо и некрасиво, в общем. И будем куда-нибудь ходить, гулять. И, в общем, будут влоги по-разнообразнее и поинтереснее. Я на это надеюсь. Как-то так. Если честно, дома вообще неохота ничего делать. Вот я пришла, наготовила еды. С Кириллом уроки сделали. Все, я не хочу больше ничего делать. У меня какой-то упадок сил. Не хочу вообще ничего. Если честно, эта погода тоже надоела. Уже серость. Знаете, какое-то весеннее обострение у меня. Головные боли какие-то, недосыпы. Плохо сплю. Ну, в общем, настроения нет. Сейчас нужно рубашки погладить этим. Я так не хочу. Я думаю, или вечером погладить, или утром повстану. Мне иногда утром проще погладить рубашку быстренько, чем вот сейчас. Просто не могу я собраться, взять себя в руки и заняться глажкой. Честно. Я еле-еле переборола себя на уборку. На такую легкую. И то полы уже давным-давно не мыла. Неделю, наверное. Больше недели. Прошлые выходные, когда одна была, тогда мыла пол. Поэтому прибралась. Еды наготовила. И все. Иду отдыхать. Не хочу больше, чем заниматься. Ну, влог пока что я еще не заканчиваю. Посмотрим, что будет дальше. Может, еще что-нибудь интересненькое для вас поснимаю. Простите, что так редко снимаю. Вот. Просто нечего. Нечего снимать. Не хочу тоже вас какими-то... Какой-то ерундой напрягать. Поэтому жду, когда что-то интересное более-менее появляется, то и снимаю. Вот. В принципе, просмотры у меня не падают. Спасибо всем, кто меня смотрит. Спасибо всем, кто подписался на меня в Телеграм. Вот. По возможности что-то туда пишу, выкладываю. Вот. Вы тоже пишите. Не стесняйтесь. Можете задавать мне какие-то вопросы, интересующие вас. Я либо там отвечу вам в Телеграме, либо сниму отдельное видео, ответы на вопросы. Вот. Как-то так. А кто еще не подписался на мой Телеграм, ссылочка внизу под видео. Знаете, я его создала не для того, чтобы как-то зарабатывать на нем или еще что-то. По большей части это для простого общения. Просто общение. Потому что в Ютубе пишем мы просто комментарии. Вы пишете, я читаю, отвечаю, стараюсь на все. Но все равно это не так. Хочется больше с вами общаться, поближе с вами познакомиться. Да и вы, наверное, тоже хотите поближе меня узнать. Поэтому давайте поактивнее будем там переписываться, спрашивайте меня что-нибудь, я буду вам отвечать. Не знаю, закроете Ютуб или нет. Кто-то говорит, что закроют. Я такую информацию, честно, не слышала. Не видела. Только вот от блогеров я это слышу, а вот где-то вот достоверную информацию именно от других людей я не слышу. Говорят об этом только блогеры. Ну, закроют, закроют. Инстаграм тоже закрыли, однако все продолжают им пользоваться через VPN. Кстати, у меня тоже Инстаграм подключен. Я скачала себе VPN и у меня работает Инстаграм. Но знаете, когда выкладывать туда рука ничего не тянется, захожу, чисто какие-то новости полистать, посмотреть. Не знаю, как-то пропал энтузиазм, наверное, там что-то выкладывать, что ли. Я вот раз-два, два раза в день зайду туда, пролистаю это клиенту, посмотрю, что там, новости какие-нибудь узнаю. И все, выхожу, отключаю этот VPN. Ну, не знаю, в крайнем случае, если YouTube заблокируют, то надеюсь, что через эту программу будет работать. Ну, нет, так нет, что ж поделать. Поэтому, чтобы меня не потерять, социальные сети у меня все есть, Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм. Поэтому переходите, подписывайтесь. Яндекс.Дзен я не буду делать. Не хочу, я не хочу начинать с нуля. Я что-то пыталась там давно еще выкладывать. Я тебе не мешаю? Или ты отдыхаешь? Отдыхаю. Ну, сейчас я договорю. Пыталась там что-то выкладывать, делилась там видео с YouTube. Ну, знаете, какая-то ерунда. Мне не нравится, как устроен сам вот этот сайт. Как-то мне неудобно пользоваться. И тем более, многие говорят о монетизации канала Дзен. И я так поняла, что мне это не подходит. Там, в общем, знаете, чтобы сотрудничать с Яндекс.Дзен, да, как бы работать с ними, вы заключите договор, когда наберется определенное количество просмотров на Яндекс.Дзен у вас. И вы заключаете с Яндекс.Договор. Это практически то же самое, что трудовой договор. То есть налоги будут уплачиваться с вас, и вы будете считаться как трудоустроенный человек. Но я говорю своими словами. Могу в чем-то ошибаться, но говорю так, как я поняла. И это будет расцениваться, что вы трудоустроенный. То есть те, кто на пенсии, будут получать пенсию как работающие пенсионеры. Те, кто получает пособие, могут лишиться этих пособий, потому что вы будете трудоустроены. В общем, с Яндексом сотрудничать так только. Поэтому я не хочу. Там надо паспорт подавать, сканер паспорта, селфи со своим паспортом, чтобы они видели, что это действительно вы. В общем, там много заморочек, много сложностей. И вот такой нюанс, который делает вас как бы трудоустроенным. Это, с одной стороны, конечно, хорошо. Но я не знаю насчет стажа, что там будет, как это вообще будет трудовой договор или какой там договор. Но вот сам факт, что будет расцениваться как трудоустройство. Особенно для тех, кто на пенсии и кто получает пособие. Я не хочу. Я не хочу вообще начинать все сначала. Если все рухнет, все куда-то пропадет, то я не знаю, буду ли я продолжать блогерство. Это, конечно, моя жизнь. Я уже 6 лет так живу. Но я все-таки надеюсь, что YouTube сохранится. Или, по крайней мере, пропадет только на время, а потом появится. Потому что YouTube – это самая удобная платформа для меня лично. И я так не привыкла, не хочу с ней расставаться. Здесь моя аудитория. Здесь я все знаю. То, что требуется для блогера. А на какой-то новой площадке я не хочу. На Рутубе тоже там говорят, ну, короче, и неудобно, и медленно все грузится, и с монетизацией там тоже какие-то заморочки. Не знаю, напишите, что вы думаете насчет этого. Меня смотрят не просто зрители есть, зрители-блогеры. Поэтому напишите. Может быть, я что-то не так понимаю. И кто есть на Рутубе, тоже отзовитесь, напишите ваш опыт, что там, как там. Может быть, я что-то не так понимаю. Мне кажется, что лучше туда не переходить. В общем, проясните ситуацию. Расскажите мне, как правильно. В общем, вот так вот. Ладно. Оставайтесь со мной. Еще что-нибудь для вас поснимаю. Все-таки я себя пересилила и перегладила все рубашки. Опять снег идет. Добрый день. Иду с работы. Как-то не видно. Там я шла, прям на земле лежал снег. Тут что-то не особо интересно. Буквально 200 метров назад. О, там видно под воротами. Снег. Зима никак не хочет от нас уходить. Вот, иду домой. Сейчас за хлебушком забегу. Магнит. Вот. И приду домой покушаем. И сяду монтировать вот этот влог, который вы смотрите сейчас. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Надеюсь, что YouTube не закроется. Или, по крайней мере, он будет работать через VPN. И будет все как прежде. Я на это надеюсь. Пальцы скрестила. Вот так вот. И надеюсь, что все будет нормально. Все. Всем спасибо. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!